В детстве, помнишь? Вот, у меня просто такой вопрос, я вот много роликов пересмотрела и автономов, в общем-то, и людей близких к автономии. У меня просто такое, ну как бы я люблю размышлять, анализировать все это, и вот у меня не складывается. Вот нас на Земле миллиарды людей, да, мы все разные, и очень много людей пытаются переходить на автономию, очень много, вот насколько я знаю. И вот перешли единицы, практически единицы, вот я не могу понять, в чем все-таки главная причина вот этого препятствия, вот этот ступор, почему мы не можем перейти, ведь желание огромное, все, вот все, и пытаешься делать все правильно, и как-то подготавливаться и морально, то есть мозгами и телом. Вот, ну не получается, вот, ну никак, вот в чем, вот, по-твоему, вот главная причина у простых людей? Ну, мы как раз эту тему вчера в закрытом клубе обсуждали, почему многие люди не могут перейти, почему мы не можем перейти на автономию, почему постоянно выбрасываем. Эту тему мы вчера подняли в закрытом клубе, ее проговаривали, но я ее, наверное, сейчас коротко так расскажу, что, вернее, не расскажу, а обозначу. Вот, смотрите, каждый человек, находясь в первом классе, да, вот он пошел в школу, его привели в школу, и он в этой школе должен наполниться знаниями. Но наполниться знаниями, вот ему, если положить перед ним учебник и не сказать, как им пользоваться, то он будет с этим учебником сидеть год, два, три, хоть сколько он может сидеть. Может, кто-то там через год додумается, как его читать, кто-то через 10 лет. И у нас с вами такие же ситуации, то есть мы с вами вроде бы все подготовили, но мы подготовили только ровным счетом то, что мы осознали, что нам сказали, куда идти. Но если мы направление, если нам не подсказывают направление, куда идти дальше, то нам очень сложно выйти на следующий виток нашей осознанности, чтобы пойти дальше. Потому что вроде бы уже, мы уже говорили, да, вроде бы уже и кушать не хочется, вроде бы уже и слабости нет, а все равно начинаем кушать. Почему? Именно потому, что нам некому подсказать, когда мы наполняемся, и что происходит с нашим телом, когда нам нужно переходить на иной уровень, на другой уровень. Мы же все прекрасно понимаем, что есть несколько уровней, которые разной плотности. И если мы в этой плотности уже полностью наполнились, сформировались, и мы полны идти дальше, то нам нужно переходить на следующий уровень. И вот будет у вас тот проводник, который перейдет вас на следующий уровень или нет, это уже другой вопрос. Но, по крайней мере, сейчас у вас есть ответ, что действительно вы должны наполниться на этом уровне и переходить в следующую плотность. По-другому не будет. То есть вы в первом классе, вы косинус и синусы изучать не сможете. Вы хотите идти дальше, оставаясь на том же уровне. Так не получится. Я понятно ответила? Да, в принципе, я поняла. Блин, ну это так сложно. Спасибо, Света. Да, это на самом деле очень просто. Просто единственное, я говорю, что это нужно все равно. Это нужно, чтобы кто-то... Это хорошо, когда кто-то подсказывает. У меня, к сожалению, он может быть такой вот и длинный, и размытый путь. Не потому, что я такая длинная и размытая, да, что я такой нехороший ученик. А может, потому, что мне некому было подсказать, и я с удовольствием с вами делюсь. Потому что путь, он абсолютно простой. Он действительно, он очень увлекательный, и там нет никаких сложных заковыров. И мы это с ребятами все проходим на марафонах. Но все нюансы в открытых эфирах я не могу сказать просто по той причине, потому что не каждый человек готов к восприятию какой-либо информации. Но все просто, все в нас уже заложено. Просто нужно показать, как идти. И вы пойдете постепенно, постепенно, постепенно захватывая те моменты, которые будут осознаваться. И вы будете просто приятно удивлены, как все на самом деле, как все просто устроено. Если вам четко рассказать это все по полочкам. То есть получается, что тело как бы стоит на втором месте, на первом месте сознания, наши мозги, наша подготовленность моральная. Я правильно поняла? Ну, наша моральная подготовленность, конечно, она стоит в любом случае. Она чуть-чуть выше, чем наше тело. И когда мы подготовили и мозги, и тело на этом уровне, в этом пространстве, в этой плотности, то только после этого вы готовы переходить в следующую плотность. Мы не можем здесь задерживаться. Если мы здесь наполнились, то у нас это пространство, оно будет сжимать. Нам необходимо либо идти дальше, либо нас откинет обратно. Понимаете? В принципе, я понимаю. Но как это сделать, не понимаю. Ну, как это сделать, да. Ну, я же говорю, перешли единицы на автономию. Единицы буквально. Получается, у всех такая проблема? Ну, ладно, я за всех решать не буду. Я хочу для себя решить. Спасибо, Светлана. Я буду думать над этим вопросом. Иначе дальше никак не продвинуться. Хочется, очень хочется дальше идти. Вот эти камни на ногах, они прям держат. Приходите в закрытый клуб, и там мы как раз обсуждаем все вот эти вот нюансики, которые нас тормозят. Потому что они у всех, в принципе, одни и те же, у всех одинаковы. Просто их нужно проработать, и тогда будет проще. И когда идем командой, то, конечно же, и командой тоже проще идти. Спасибо. 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 Спасибо.